Государственный архив Тверской области открыл свои двери для всех желающих к своему столетнему юбилею. Гости узнали, как проводятся генеалогические исследования и побывали в хранилище документов. Наша съемочная группа также заглянула в запасники. Свою историю архив ведет с 1919 года. Сейчас основной фонд документов составляют материалы 18-19 века, а также советского периода. В самом старом на хранении находится рукопись с церковными песнопениями, датируемая 14-15 века. Однако многие посетители приходят сюда, чтобы разыскать и узнать информацию о своих предках. Сотрудники рассказали, с чего лучше начинать свои исследования. Рекомендуем начинать свое исследование с предка, который родился в дореволюционный период. То есть начало 20 века — это та отправная точка, с которой, в общем-то, начинается любое генеалогическое исследование по документам нашего архива. Сейчас в архиве имеются два планетарных сканера для перевода информации с бумажных носителей в цифровой вариант. И ведется создание фонда пользования. Первыми сканируют метрические книги и исповедные ведомости, так как они являются наиболее часто запрашиваемыми среди посетителей архива. Поскольку они наиболее востребованы, они наиболее часто изнашиваются. И именно поэтому было принято решение начинать оцифровку именно с них. Не сказать, что работа близится к концу, но, тем не менее, этот процесс идет. Архивные дела находятся в хранилище, где поддерживается специальный температурный, световой и полевой режим. Некоторые из них содержат около 3000 листов, и расшить их нельзя. Ведь иначе нарушается историческая сшивка. Помимо генеалогической информации, в Госархиве предоставляют сведения о создании деятельности предприятий и важных событиях в истории региона.